Здравствуйте! Тема урока Аттила и его завоевательные походы. Сегодня на уроке определим, каким образом образовалась империя гунов на Западе. Исследуем вопрос, какую оценку давали Аттиле древние авторы. Повторим материал прошлого урока, выполнив следующее задание. Первое задание. Найдите ошибки на ленте времени. Ребята, обратите внимание на даты и подумайте, все ли даты стоят на месте. Данные даты связаны с историей гунов. Оказывается, не все даты находились на своих местах. 209 год до нашей эры, 55 год до нашей эры, 93 год нашей эры. Предлагаю вам вспомнить события, которые произошли в годы, предложенные на ленте времени. В 209 году до нашей эры Маде основал гуннское государство. В 55 году до нашей эры гуннский племенной союз распался на части, на северных и южных гунов. В 49 году до нашей эры Чиджи попытался объединить гунов. В 47 году до нашей эры началась первая волна переселения гунов. В 93 год нашей эры – вторая волна переселения гунов. Гуны, переселившись на территорию Казахстана, подчинили местные племена. Продвигаясь дальше на запад, они также привели в движение и другие народы. Данный процесс в истории получил название «Великое переселение народов». Великое переселение народов – это важнейшее явление во всемирной истории. Считается, что в великое переселение народов началось продвижение центрально-азиатских гунов в Европу. Гуны привели в движение все приграничные с Римской империей племена, продвинули их на запад и общими усилиями ускорили падение Римской империи. Ребята, я вас приглашаю в путешествия во времена становления и процветания великих империй и кровавых конфликтов, которые стали причиной их гибели. В 370 году гуны перешли через Волгу и покорили Аланов. В 375 году подчинили Озготов, Вестготов. В результате они распространили свою власть на обширной территории от Волги до Днестра. Переправившись через Керченский пролив, гуны захватили Боспорское царство. Боспорское царство – это достаточно мощное государство, которое было образовано колонизаторами-греками. Боспорское царство занимало территорию современного Керченского залива, существовавшего с 1 века до н.э. по 4 век н.э. Боспорское царство играло важную роль в геополитической и экономической ситуации в Европе. Боспорское царство было главным поставщиком основного товара античности – хлеба. Таким образом появилось мощное государство гунов за счет захвата новых территорий. Гуны установили господство на степной части Восточной Европы и стали совершать походы на соседние с ними территории Римской империи. Вести о пришедших с Востока беспощадных гунах наводили ужас на римлян. Исторические источники, по-разному трактуют жизнь, хозяйство, нравы гунов. Выполним задание. Вам необходимо познакомиться с источниками и обратить внимание, как характеризуют гунов в разных источниках. Римский историк Амен Марцелин. Не знают они над собой строгой царской власти, но довольствуются случайными предводительствами кого-нибудь из старейшин, сокрушая все, что им попадется на пути. Римский историк Приск писал о гунах. После войны живут спокойно и беззаботно. Каждый пользуется тем, что у него есть. Приск также характеризует гунов как мирный народ, в особенности же обращая внимание своим искренним и ласковым обхождением и любовью к ближнему. Ребята, вы, наверное, заметили, что каждый из авторов по-разному подходит к характеристике гунов. Амен Марцелин. Он подчеркивает воинственность гунов. А, например, Приск характеризует гунов как мирный народ. Следующее задание. Внимательно прочтите текст и подумайте, какую ценную информацию можно получить о гунах из данного источника. Римский историк Марцелин. Гуны настолько закаленные, что им не нужны ни огонь, ни обильная пища. Они кочуют по степям, горам и лесам. Из детства привыкают к холоду, голоду и жажде. Умеют их преодолевать. Из данного источника, ребята, мы с вами узнали, что гуны вели кочевой образ жизни, который не всегда был понятен оседлым народам. То есть римлянам и грекам. В Европе гуны долгое время считались грозной силой. Государство гунов достигло своего расцвета при правлении Аттилы. След, оставленный этой личностью, потрясающий. Хотя о нем написано мало. Большое впечатление произвели его завоевательные походы на современников, на людей V века. Аттила – великий правитель гунов. Его имя известно в истории Европы. Аттила создал в Европе кочевую империю гунов, подчинил множество городов и стран, заставил их покориться своей воле. Принуждал империи заключать и выполнять условия договоров, которые были выгодны для гунов. Один из данных договоров – Маргусский договор, который был заключен в 435 году между Византией и гунами. Ребята, давайте с вами посмотрим, кому данный договор был выгоден. Выполним следующее задание. Внимательно прочтите текст и определите, для какого государства были выгодны условия договора. Согласно условиям договора, стороны обязались вести равноправную торговлю. Византия стала выплачивать гунам дань. Также Византия обязалась не заключать военные союзы с рождебными гунами государствами. Ответ на данный вопрос. Кому же были выгодны условия Маргусского договора? Условия Маргусского договора были выгодны для гунов, так как в данном договоре только одно условие удовлетворяло Византию. То, что стороны обязывались вести равноправную торговлю. В 434 году Аттила правил вместе со своим братом. В 445 году Аттила получил полностью единоличную власть. Возглавляемая Аттилой армия гунок совершила нашествие на Балканский полуостров и покорила около 70 городов. Сохранилось очень много исторических сведений о гунах. Давайте с ними познакомимся. Римский историк Писк писал, «Он был рожден, чтоб потрясти мир, он был горделив поступью. Металлзоры и своими телодвижениями обнаруживал высоко вознесенное свое могущество. Любитель войны, очень силен здравомыслием, доступен просящим и милостив тем, кому однажды доверился». Римский император Ромун говорил, «Среди завоевателей других народов нет таких, кто совершил более великие дела, чем Аттила». Годский историк Иордан сообщал, «Своим военачальникам гуны поклоняюсь как полубогам, считая, что их слава достойна восхищения». Ребята, из данного источника мы с вами узнали, что Аттила – великий проявитель гунов, но в то же время он обладал такими качествами, как великодушие по отношению к своим подчиненным. Залогом побед Аттилы являлось военное мастерство гунов. Аттила хотел заложить основы славной династии воинов. Давайте с вами вспомним, что из себя представляет военное искусство гунов, о котором мы с вами говорили на прошлых уроках. Ответив на следующие вопросы, что составляет основу войска гунов? Назовите основные виды оружия гунов. Какое оружие является самым эффективным у гунов? Ребята, вы, наверное, помните, что основу войска гунов составляет конница. Благодаря быстроте своих коней они совершали разбойничьи налеты так стремительно, что даже обгоняли слух о своем приближении. Основными видами оружия у гунов были лук и стрелы, мечи и кинжалы, копия, веревочные петли и щиты. Самым эффективным оружием у гунов были лук и стрелы. Лук имел обратный изгиб, благодаря которому достигалась большая убойная сила лука. Стрелы употреблялись как с костяными, так и с железными или бронзовыми наконечниками. При осаде городов гуны использовали стенобитные машины и камнеметы. Благодаря стенобитным орудиям они покоряли любые крепости. Обширная империя Атилы раскинулась от Уральских гор и Каспийского моря до Дуная, на юге Кавказа, Азовского и Черного морей до Карпатов. Ребята, в течение урока мы с вами должны были ответить на следующий исследовательский вопрос. Какую оценку давали Атиле древние авторы? Все древние авторы однозначно дают Атиле высокую оценку. Они признают, что Атила – один из величайших правителей гунов, когда-либо вторгавшихся в Римскую империю. В Западной Европе его называли «бич божий». Опираясь на источники, мы видим, что древние авторы дают высокую оценку Атиле. Он был рожден, чтобы потрясти мир. Это высказывание прииска лучше всего дает характеристику всей политической деятельности Атилы. Наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин